Друзья, мы вышли на нашу обычную прогулку, а тут у нас уже рекламы понатащили со всех магазинов. Смотри, любуйся, какие у них ангиботы. Ой, ангиботы это скидки. Кто не знает, то я по-своему тут. Сегодня зашла на свой канал, а там у меня появились новые подписчики. Спасибо вам всем, друзья, кто подписывается на наш канал. Почитала все ваши комментарии, такие добрые, хорошие. Столько хороших, добрых комментариев, столько добрых людей. И знаете, как-то вот, ну прям как-то радостно на душе, что рядом столько хороших и добрых людей. Такие всякие, я пробежалась тоже по вашим каналам, кто подписался. Такие у вас видео, такие хорошие. Знаете, вот когда такие вот добрые люди, как лучики такие маленькие, которые проникают в душу, в сердце, дарят тепло. Спасибо вам всем, друзья. Я очень рада, что вы у меня есть. Всем доброго утра и хорошего дня. Вот такая беседочка стоит в лесу. Путник проходящий, который устал. Может сесть здесь, отдохнуть и отправиться дальше на свою прогулку. Ну, в общем, стараются для людей, что сказать. Вот такая уже травочка зелененькая стоит, повылазила. Все зелененькое становится. Она на следующей неделе у нас уже до минус 10 передают. Так что тоже грядет похолодание. Вот. Как у всех, февраль еще не хочет отступать. И даже если появляется такая травка, то это ничего не значит. Смотрите, какая полянка этих цветов. Мы как-то раньше в Берлине, конечно, не гуляли по лесам особо там. Как-то, не знаю, далеко они все были. Мы как-то не ездили по лесам. Даже не знаю, что это за цветочки. А здесь вот они прям такими полянками растут. Вот смотрите. Тут уже вот-вот прям распуститься хочет. А что это такое? Может быть, вы знаете, как это называется? Что это такое за растение, за цветочки? Самые первые набрали цвет весной. Может быть, в ваших лесах тоже такие растут. И вы их прекрасно знаете. И только мы такие незнайки. Вот шли-шли по лесу. И встретили тут, не знаю, что это, как даже назвать. То ли это прудик какой-то, то ли это просто сборник воды откуда-то там с полей. Может быть, как-то сюда тоже приходят, не знаю. А еще мне интересно. Я, знаете, что хотела спросить у вас? Я видела на одном канале из Сибири. Вот они заготавливают папоротник. Как-то его там собирают, солят. Делают из него салаты, там что-то вот такое. А у вас это есть такое? Может быть, кто-то из Сибири, мои подписчики, поделитесь. Делают у вас такое, и как его есть. В общем-то, в лесах везде у нас вот так вот у людей делянки. И они все заготавливают дрова, складывают их, пилят. Сейчас, конечно, в лесу сыро. Но как только подсохнет, люди начнут здесь работать, пилить, все это складывать, собирать, вывозить. А мы свернули на лесную дорожку. Идем здесь вот по лесной дорожке. Что самое интересное, мы осенью ходили вот по этим лесам. Мы искали, может быть, какие-то грибы. Но то ли год был такой, то ли грибов здесь не бывает. Короче, мы ничего не нашли. Не знаю. А вот мы уже и вышли из леса, получается, к своей деревушке. Мы не нашли, конечно, грибов осенью в наших лесах. Но зато мы нашли много шиповника, насушили его. И теперь завариваем его и пьем. Витамины на всю зиму обеспечены. Витамин С. Вот какой красавчик лежит, охраняет свой дом. Привет. Доброе утро. Привет, привет. Ты тоже хочешь поздороваться? Ну, хорошо. Умница. Ты такой красавчик. Ну, давай, пока охраняй дальше. А нютиным глазкам не страшны никакие морозы. О, тюльпанчики вылазят. Смотрите. Красота. Здорово как. На этой неделе, по идее, у нас должны были забирать мусор. Вернее, бумагу. Но из-за пандемии весь мусор у нас там и упаковки, и какие-то остатки. Все это, конечно, они забирают. А вот бумагу нет. И поэтому бумагу на этой неделе мы можем вывести. У нас там специальные контейнеры. И мы можем вывести ее сами. Там рабочие стоят, ждут нас, помогают. Вот такие вот рекламы нам приносят из всех магазинов. И тут, что почем, какие скидки, на что. Из всех. И мы уже в курсе, что подешевле. В каком магазине что можно купить. Ну, а на этом наша прогулка закончилась. Мы уже теперь дома. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.